Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». В Саратов возвращается ларечная торговля. После нескольких лет затишья владельцы павильонов наносят ответный удар. Автобусом и электричкой-теплоходом во вторник аэропорт «Гагарин» примет первых пассажиров. Как добираться до новой воздушной гавани саратовцам и гостям города? Передвижная благотворительность. Кто и никого собирает деньги с горожан в общественном транспорте? Уже на следующей неделе, 20 августа, аэропорт «Гагарин» примет первых пассажиров. Этого события ждали долго. Если честно, на старте в реализацию проекта верилось с трудом. О необходимости новой воздушной гавани заговорили 12 лет назад. В ноябре 2007 областной Минтранс подписал контракт на проведение изыскательских работ по выбору площадки. Помимо Соборовки в списке были Свинцовка в Саратовском районе и Радищева в Новобурасском. Завершение строительства планировалось на 2015 год. Проект корректировали, меняли характеристики взлетной полосы. Здание аэровокзала в документе появилось лишь в 2013 году. Если бы этого не произошло, пассажирам бы пришлось регистрироваться в старом аэропорту, после чего ехать в новый. Ехать в «Гагарин» уже с современным аэровокзалом со вторника придется и всем вылетающим, прилетающим и провожающим. Наша съемочная группа протестировала практически все способы доставки до Соборовки. Дружка, так! Поехали! И он сказал «поехали», а потом уж совершил свой высокий полет. Так и пассажирам аэропорта «Гагарин» сперва придется поехать, а потом уж полететь. Интернет показывает путь от Саратова до Соборовки 38 километров. Как говорят официальные лица, есть три вида общественного транспорта и такси. Сперва эксперимент на личном транспорте от редакции на Комсомольский Челюскинцев через Ленинский район по Северному подходу. В утренние часы выходного дня дорога занимает порядка 40 минут. Обратный путь от «Гагарина» по Южному подходу. Он уже открыт и немного короче Северного. Время в пути 30 минут, но это с условием, что железнодорожный переезд перед поселком Дубки не закрыт. Добраться до аэропорта можно и на такси, но в эпоху цифровых гаджетов и приложений спрогнозировать стоимость поездки сложно. Цена зависит от времени суток, загруженности дорог, количества машин на линии и много чего еще. Среда – середина рабочего дня. Электронные сервисы популярных игроков на рынке такси предлагают добраться до «Гагарина» через Дубки. Разброс цен не слишком большой – 779 рублей, 780 и 880 за поездку. Особняком стоит такси-метро. До Соборовки приблизительно где-то выходит 1100-1200, точнее по щечку. Крайне мере оттуда мы забираем тоже по предоплате 1200. Добраться автобусом можно будет от автовокзала, речного вокзала и от стадиона «Волга». Саратовские волонтеры уже на себе попробовали маршрут от первого из названных стартовых пунктов. Если верить электронному хронографу над головой водителя, рейс отправился в 10.02. Когда автобус подъехал к территории аэропорта, циферблат сверкнул красным на 11 часов. Итого 58 минут. От автовокзала автобус будет ходить каждый час. Автобусы большой вместимости, 35 человек, будут делать промежуточные остановки, например, на 3-й дачной, там, где будет потребность у людей. Кроме этого, мы провели конкурсы. У нас на следующей неделе определится перевозчик по перевозке от стадиона «Волга» заводского района и от речного вокзала. 15 числа у нас состоится конкурс по перевозке из Энгельса. И сейчас принято решение о том, чтобы те междугородние автобусы, которые идут из Балакова, Маркса и Вольска, проходили через аэропорт «Гагарин», потому что там, возможно, у жителей будет тоже такая потребность. Автобус от автовокзала будет совершать 32 рейса в день по регулируемому тарифу. Стоимость поездки – 80 рублей. Остальные маршруты – по 6 рейсов по нерегулируемому тарифу. Сейчас цена проезда формируется из учета конкурентоспособности. Железной дорогой можно будет попасть в аэропорт на всех электропоездах, следующих в том направлении и на трех ускоренных. У нас сейчас курсирует в летний период дополнительно еще 6 поездов, которые будут там делать остановку в одну и в другую сторону, естественно. Но в том числе две пары поездов – это летние, которые у нас после сентября, после окончания дачного сезона прекратят свое движение. Останется 4 пары поездов круглогодичного сообщения, 4 туда, 4 обратно. И вот плюс дополнительные вот эти 3 пары, 3 туда, 3 обратно ускоренных поездов сообщения Саратов-1, Тарханы. В ускоренном режиме поезд двигается или это обычный поезд. У нас тарифы для населения установлены Саратовской областью. Цена проезда в любом поезде составляет 95 рублей. Я имею в виду, что если брать Саратов-1 до остановочного пункта аэропорт Гагарин, цена 95 рублей. Экспресс в ускоренном режиме от вокзала до Гагарина едет в среднем 40 плюс 2 минуты. Но уже сейчас саратовцы обеспокоены подходами к остановкам. Это третья дачная. Сверху хорошо видно, что платформа недавно благоустроена заново. Но вот свежий асфальт положен до определенных границ, видимо, до начала территории муниципальных земель. К дороге до остановки электрички площадь Ленина есть тоже несколько подходов. Правда, один из них идет под опорой высоковольтных линий. Да и сам путь похож на скрытую тропу, о существовании которой знают лишь жители третьей дачной. По словам главы города Михаила Исаева, скоро здесь будет нечто фантастическое. Подходные, подъездные пути мы еще обсуждали с железной дорогой, в том числе возможность каких-то парковочных пространств. Потому что не все могут выезжать, например, с одной точки города. Но там третья дачная – это крупный транспортный узел. Трафик наших горожан высок. Поэтому это еще один из пунктов, с которыми могут люди перемещаться в наш аэропорт. Наверное, это поездки, наверное, это возможность оставить транспорт. Поэтому мы это обсуждали с железной дорогой, мы это будем делать. Самый долгий способ доставки до аэропорта оказался по воде. Сейчас в Собуровке обустроен нестационарный причал. И уже прошли первые испытания речного маршрута на волонтерах. Путь до речного вокзала занял почти два часа. На борту корабля «Москва». Москва – 62 места. В настоящее время в пределах тех осигнований, которые есть у Министерства транспорта, будет заключен договор на обслуживание этой линии, вновь создаваемой. До обслуживания этой линии будут проведены работы по определению судового хода специалистами речного флота, определение установки знаков для подходов. На территории самого аэропорта предусмотрена краткосрочная и долгосрочная парковка. Первая за час обойдется в 200 рублей, вторая – в 500 рублей за сутки. Для всех автомобилей предусмотрен бесплатный 15-минутный интервал в зоне посадки-высадки. А билеты на рейс можно купить всеми доступными современными способами. Сейчас 90% всех авиабилетов оформляют люди уже через интернет. Никуда не вставая, а просто берут в интернете, покупают на Яндекс.Авиабилетах или на других агрегаторах, или непосредственно на сайтах авиакомпаний. Ехать в кассу, покупать билет – это сейчас уже прошлый век. Если есть такая необходимость, работают авиакасты в городе. Это как бы частные компании, кто этим бизнесом занимается. И есть в терминале, будет касса по продаже авиабилетов. Можно купить в пассажирском терминале нового аэропорта. Как заверили нас многие собеседники по части организации частотности тех или иных маршрутов, впоследствии они могут быть пересмотрены в зависимости от спроса на поездки в новый аэропорт. Летом в соцсетях появились сообщения взволнованных горожан. В Саратове работают странные волонтеры. Юноши и девушки ездят в общественном транспорте и собирают деньги на помощь детям. Одеты волонтеры в майке с названием благотворительной организации, указаны ее реквизиты и контактный телефон. Казалось бы, чего тут такого? Растроганные пассажиры охотно расстаются со своими кровными. Ну а как иначе? Как не помочь попавшим в беду малышам? Однако при ближайшем рассмотрении эта история оказалась не такой ясной, чистой и прозрачной. В этом убедилась наша съемочная группа, которая попыталась разобраться в этой передвижной благотворительности. Сумма в 199 500 рублей неприподъемная для семьи Матвея. Так хочет продолжить юный волонтер, но договаривать не обязательно. Люди, когда видят фотографию больного ребенка, машинально протягивают деньги. Люди же верят вроде, у нас люди добросердечные, что нет-нет, там кинуть чего. Все пассивно кладут, я заметила, что активно кладут. Но они как бы это благоприятное впечатление производят на первый случай. Молодые, знают предмет свой, о чем они говорят, уверенные такие, внушают доверие. Я сама несколько раз уже опускала туда деньги. Иногда как сердобольный человечек, там гривенечки, там два гривенечка, я даю, конечно, им. А документы проверяли? Вы знаете, нет, не проверяли. Хотя на меня некоторые впечатлили, производят вот те купюры бумажные. Может быть, это, кстати, они положены туда для затравки? Положила. А почему? Потому что я жалею детей. А вы уверены, что это было? Ну, это грех на ней будет. Вот только жаль, что волонтеры благодворительного фонда «Семь жизней» не настолько открыты, когда начинаешь задавать им вопросы. А какая сумма нужна? 199 500 рублей. Сколько вы сейчас собрали? Скажите, что вы сейчас собрали? Нас не посвящают в этом. Но мы где-то собираем уже около недели. Ну, я не знаю сейчас. Нас не посвящают просто в этом. Мы сами цифры не знаем. Мы как бы не открываем это, не считаем сами волонтеры, уже региональные представители все считают. Ну, а куда вы относитесь? Ну, где открывают? В офис наш. Ну, а где офис наш? Вы же туда идете, вы приходите, где он находит адрес? Понимаете, наш офис, у нас там нет нормальной двери. Нас несколько раз выносили. Из-за этого нужно позвонить на горячую линию, чтобы все сказать. Вы никого не отвечаете на горячую линию? Ну, скажите, вы куда приходите деньги собирать? Ну, как бы, я не могу этого сказать. Это не мой приказ, как бы, это приказ верно. Переговоры с волонтером не приводят ни к чему. По словам девушки, общаться с прессой представители фонда не желают. Я у руководства узнала. У руководства мне говорили, что мы не обязаны разглашать эту информацию. Главное, что у нас находится в Москве на улице Лесной. Дом 63, бюро 43. А с кем вы общаетесь? Можно узнать? Как зовут руководство? Региональный представитель. Дмитрий Мусат. Руководство зовут президент Антон Лыщко. Это вот ваш президент. А ваш региональный представитель? Дмитрий Мусат. А скажите, вы где вот собираетесь вечером, скрываете ящики, куда отправляете деньги? Где-то вы же собираетесь? Я вам объясняю. У нас есть офис, но я не буду вам разглашать эту информацию. Я вам вчера уже все сказала. Поэтому все вопросы на горячей линии. Я звонила туда, там берут руку. Там не отвечает никто. Абонент не отвечает или временно недоступен? Вот что говорят на вашей горячей линии. Ну, странно. Ни горячая линия, ни даже сайт фонда Семжизни ничего конкретного рассказать не могут. Информация на официальной странице организации довольно скудная. Отсутствуют отчеты о поступлениях и тратах. Нет фотографий детей, их диагнозов, а также целей сбора денег. Страница в социальных сетях заблокирована. Зато ответил телефон президента. Алло, здравствуйте. Антон Владимирович? Да. Меня зовут Оксана, я журналист из города Саратова. Скажите, пожалуйста, вот... А я сейчас ничего не буду комментировать. Единственное, что могу сказать, то, что горячая линия, которая указана на сайте, к сожалению, в данный момент не актуальна, так как не было денег оплатить. Так сказать, услуги. Может быть, я перест... Информация в фонде присутствует на сайте. Все остальное чрезы официальных журналистов и запросов. Там нет. По словам волонтеров, собираемые в Саратове средства для Матвея Павликова идут не родителям, а направляются сразу в некий центр реабилитации. А как уже идет спорта? Потом отчетность такая... Мы перечисляем все в реабилитационный центр Сакуры. То есть мы не перечисляем матери Матвея, а сразу все в реабилитационный центр. Но напрямую договорных отношений у нас нет с данным фондом. И в списке контрагентов он пока не числится, поскольку ни разу не перечисляли о них. Может быть, такой ребенок к ним на самом деле обращался. Вполне возможно, что данные средства могут быть собраны для лечения ребенка в нашем центре. Но пока от такого фонда к нам никаких подтверждений не поступало. И напрямую у нас нет с ними договора, чтобы я вам сказала, что мы с ними работаем. Жми. Вот молодец. Умничка. Матвей, для которого идут сборы в нашем городе, живет в Смоленске. В реабилитационном центре Сакура он вместе с мамой Натальей уже проходил курс реабилитации. Но ему необходимо продолжить лечение, на которое у семьи нет средств. Потому Наталья и обратилась за помощью в фонд «Семь жизней», который обещал собрать необходимую сумму. Но на днях Наталье позвонила Светлана из Царанска. Мама девочки, для которой волонтеры фонда когда-то тоже собирали деньги. И рассказала, что в их городе идет сбор средств для Матвея. Но на коробке с фотографией мальчика указаны не те реквизиты. Просто я в таком шоке. Она мне вчера это все вот скинула. Я связалась с ним, как вот он мне, значит, пишет. То есть человек один и тот же, Антон, который ведет беседы, собственно говоря, со всеми. Что он вам написал? Его номер недоступен. Я и ватсап, я и вайбер. Он мне вообще не отвечает. Потом, значит, он через пару дней написал, что типа там был где-то там за городом. Я с ней какая, пишите. Здравствуйте, хотела бы уточнить, в каких городах ведутся сборы. И по поводу сборов, какая собрана на данный момент сумма. Он мне отвечает через некоторое время, что ведутся сборы в Саратове, Саранске, Сыктывкар еще вот. И да, по результатам, значит, сейчас он сказал, я типа перезвоню в офис. И тишина, тишина уже второй день. Просто надо истреблять вообще вот эти вот сборы, которые ведутся с ящиками на самом деле. И люди, которые занимаются вот этим, ну, грубо говоря, попрошайничеством. На сайте благотворительного фонда «Семь жизней» размещены свидетельства о регистрации некоммерческой организации, Московским управлением Министерства юстиции и постановке на учет в налоговой. Благотворительная организация, являясь некоммерческой организацией, проходит специальный порядок государственной регистрации. Он заключается в том, что решение о государственной регистрации принимается полномоченным органом. Таким органом являются Минюст России и его территориальные органы, в зависимости от территориальной сферы деятельности организации и места ее нахождения. Территория деятельности некоммерческих организаций, она зависит от того, в какой форме они созданы. Если организация создана в форме общественного объединения, то территория ее деятельности закрепляется в названии и в уставе. И выходить за пределы этой территории такая организация не может. А если говорить о некоммерческих организациях, то для них законодательная территория деятельности не установлена. То есть они вправе осуществлять деятельность на всей территории Российской Федерации, но при этом соблюдая, конечно, нормы законодательства. Мы уже знаем благотворительную помощь по договору. Мы заключили с ним договор, что я имею возможность с вами жить на 2000 перечислять. Елена Бачкова порядка 30 лет руководит региональным отделением Российского детского фонда. По ее словам, сайт «Семи жизни» и информация на нем вызывает ряд вопросов. С такими случаями она сталкивалась не раз. Сейчас очень просто. Три человека открывают фонд. И собирают деньги куда хочешь, от кого хочешь. Звонит к нам в фонд женщина и говорит, детский фонд, я вот мама называет фамилию ребенка, моя дочка учится в 9 классе. И зачем вы ее заставляете, значит, она ходит по проспекту с коробочкой, собирает деньги на лечение ребенка. Я говорю, позвольте, мы этого никогда не делаем. Ну как же, вот ваша, так сказать, эмблема детского фонда, вот ваши координаты. И вот я говорю, нет, мы этого не делаем. То есть я начала с этим разбираться. И я столкнулась с таким фактом, что здесь, на территории Саратовской области, набирают группу молодых школьниц, десятые классы, студентов первых, вторых курсов. И вот они ходят с этими коробочками, собирают эти деньги. И с того, что они соберут, какой-то процент выплачивается им. Это вот быстро, так сказать, заработок. Волонтеры утверждают, что не получают проценты от собранных средств, подтвердители. А провернуть это мы не можем. Люди на контакт не идут. Руководство организации всячески избегает прессы. Такая закрытость, очевидно, зарождает сомнения. А все ли средства идут на помощь детям? Конечно, порочит благотворительность. И, конечно, многие люди переживают и перестают давать деньги. И это отражается. Я прошу, чтобы обратились ко мне, особенно если это саратовский ребенок. И, например, совершенно несложно для меня, чтобы мы квоту попросили, и каким образом их оформить в медздраве квоту на лечение. Сбор наличных денег на улицах назвало опасным благотворительное собрание «Все вместе», в состав которого входит 54 фонда и НКО. В том числе фонд Хабенского «Подари жизнь» во имя жизни, прав мир и другие. Да, я знаю, что фонд зарегистрирован в Москве, собирает средства на лечение детей в разных регионах. Это один из признаков того, что стоит задуматься, жертвовать ли этому фонду. Потому что, как правило, фонды не занимаются сбором на улицах в других регионах. А вот те фонды, которые гастролируют по регионам с ящиками для сборов пожертвований, они вызывают наше наибольшее внимание и наибольшее сомнение в прозрачности их деятельности. Чтобы знать, куда ушли ваши деньги, ушли ли они по назначению, выбирайте проверенные фонды, которые отчитываются за каждую копейку. Ведь столько реальных детей могут получить помощь в то время, когда вы бросаете деньги, пусть и в прозрачную коробочку, но, возможно, с двойным дном. Площадь перед ДК «Россия» освобождена от ларьков. На этой неделе было исполнено судебное решение по иску мэрии к фирме «Рекламный мир». Она была арендатором земельного участка под ярмаркой. Теперь договор аренды расторгнут. Не секрет, что «Рекламный мир» традиционно связывают с именем депутата Гордумы Олега Комарова. Есть у территории перед ДК и другие интересанты. Прежде всего, это предприниматель Александр Рослищенко. Споры между ними длились не один год. Доходило до публичных разборок, взаимных оскорблений и даже обвинений чиновников мэрии в коррупции. Однако ликвидация ярмарки – это лишь первый шаг к преображению самого сердца Ленинского района. По-прежнему работают ржавеющие палатки вдоль трамвайных путей, там же процветает стихийная торговля. Добираться до стадиона «Сокол» приходится через ряды дачников с помидорами, огурцами и прочими дарами природы. Да и пристройки к рынку «Элвис», которые залезают в охранную зону ДК России, а он является памятником архитектуры местного значения, пока продолжают работать. Вообще, в Саратове с лальками беда. Несколько лет назад при политической воле тогдашней городской власти ситуацию удалось переломить. Центр города в основном от этого наследия 90-х очистили. Яркий пример – аллея Рос. На крайних дела намного хуже. Вдалеке от глаз начальства появляются новые торговые палатки. Старые продолжают работать, даже когда по ним уже принято судебное решение. В общем, ларешники наносят ответный удар. Самый свежий пример – территория рядом с политехническим колледжем. Палатки от учебного заведения убирают, но они появляются снова. Вот это чудо архитектуры стали возводить прямо на этой неделе. Видно, что будущий ларек отъел у прохожих часть тротуара. В районной администрации о ларьках знают, но пока ничего поделать с торговцами не могут. Собственник не проживает на территории России. В решении суда указано демонтировать три павильона. Вот три павильона он демонтировал. А остальные нет. А остальные в решении суда не указано. А вы многое решение направили? Суд направили еще? Вот сейчас мы предоставили все документы вместе с сотрудниками АЗа, выходили на место, составили на всех протоколах. С нами было три сотрудника полиции, три сотрудника АЗа, четыре сотрудника администрации. Мы составили два протокола, собрали все договора аренды. Он им на основании договоров аренды предоставляет землю в аренду, которая, по сути, его не является. Писали в СПГС, чтобы они подняли договор, на основании чего там работают варька с мороженым, мясники. Ну, то есть, отключить их от электричества, попробовать. И прокуратура сейчас готовит материал для передачи судов. Такие интересные подробности вскрываются в ходе рейда рабочей группы, где обсуждался вопрос исполнения судебных решений о сносе незаконных построек. Его участники – представители службы судебных приставов, городской администрации, администрации районных, а также депутаты Саратовской гордумы. Ларьки – только часть этой работы хозяева палаток идут на самые разные ухищрения, чтобы сохранить свою собственность. К примеру, на пересечении лунной и деловой под снос должны пойти пять ларьков. Палатки периодически убирают, далее они либо перемещаются по земельному участку, либо уже в новом виде возникают на освободившемся месте. Ну, в этом случае у нас уже было исполнительное производство. Вот эти ларьки также стояли. Судебный пристав исполнитель привлекал к административной ответственности дожника, взыскал был испанский сбор. После чего дожник самостоятельно убрал. Здесь ларек был, здесь убрал. У нас есть фотографии, которые приобщены к материалам исполнительного производства, что самостоятельно эти объекты убраны отсюда. Но впоследствии он поставлен. Исполнительное производство, которое было окончено по законам основания, было возобновлено. У нас предусмотрено это законом, требованием закона. И сейчас проводится работа по обязанию должника, эти объекты демонтировать. Арендатор земли на Лунной не скрывается. Уверяет, что жильцы близлежащих домов против сноса ларьков. Люди привыкли. Достаточно долгое время тут была ярмарка. Ну, стояли павильончики, приходили люди. Вот в частности, вот этот вот рыбный павильон, который сейчас уже давно закрыт. Обратите внимание, что он без света, без всего. Его сейчас будут демонтировать, там нет никакого товара. Приходят бабушки, берут пенсию товарную. Все очень удобно. Всем это комфортно, всем привыкли. Это не капитальные строения, это неудобно. Вы говорите, вот удобно было ярмарку. Нет, это неудобно. Вот и сейчас-то, я думаю, не очень. А если это зимой, вот туда подниматься, и здесь все вот такие вот постройки. Мы обратились, мы обратились. Вот, посмотрите. Мне кажется, даже небезопасно. Да, вот обратились, вот копии постановления, чтобы нам предоставили участок с аукциона. Копии постановления. Вот указали про то, что я вам сейчас говорил. То есть мы хотели взять его с аукциона и построить. Вы считаете, это место нормальное для торговли? Для торговли? А чем оно ненормальное? Ну, дорога рядом. Назвать цивилизованной нынешнюю торговлю на Луной язык не поворачивается. В дождливую погоду здесь непролазная грязь. Да и ассортимент павильонных товаров не отличается от того, что продается в магазине напротив. Помещения, где он расположен, оказывается принадлежат тем же бизнесменам. У вас большой магазин, а почему нельзя этот ассортимент там торговать? А кто-то хочет на ярмарке покупать, они считают, что люди дешевле. Торговля цивилизованная должна? Я с вами полностью согласен. Я только за. Вот организовываете здесь? Я только за. А почему только не организовать цивилизованную торговлю? Ну, потому что у вас есть вот большое помещение, приспособленное на торговлю. Там туалет есть, наверное, и вода. Там все условия. Отопление. Ну, зачем вам вот это? Еще один незаконный торговый объект в заводском районе на Новоастраханском шоссе напротив колледжа водного транспорта, строительства и сервиса. Магазин с амбициозным названием «Московский» должен пойти под снос. Торговлю в нем уже не ведется. На двери замок. Должник поведен на возбуждение исполнопроизводства, привлекался к административной ответственности, с ним взысканный исполнительный исполнительный сбор, с мероприятие исполнительное исполнение принято. Объект будет снесен, если должник самостоятельно не примет меры к сносу. А вот на выезде из Саратова работы по сносу незаконной постройки в самом разгаре. Рабочие разбирают бывшее кафе «Марани» в районе Гусельского моста. С 2016 года исполнопроизводство находилось на исполнении. Здесь два должника. Площадь объекта, которая должна быть снесена, превышает 880 квадратов. Должник неоднократно, если быть точным, 22 раза они привлекались к административной ответственности. Мы прекрасно понимаем, что сумма тех штрафов, которые есть, полторы тысячи каждый, для должника, если он извлекает выгоду материальную, они незначительны. На снос объекта требовалось 5 миллионов рублей. Собственник решения суда не исполнял. Приставам найти такие деньги не удалось. Помощь в поиске специализированной организации оказал муниципалитет. Еще несколько лет назад борьба с незаконными ларьками и павильонами в Саратове велась более активно. Как считает депутат городской думы Евгений Чернов, сейчас властям Саратова стоит пересмотреть подход к решению проблемы. Служба судебных приставов, это, наверное, заключительный орган, который уже получает документ, что необходимо это демонтировать, снести. До этого момента есть решение суда, которое тоже период определенный проходит, разных инстанций, это определенное время. Есть какая-то допертензионная работа. Но чтобы вот этого не было, здесь члены рабочей группы у нас сходятся к определенному мнению о том, что есть блок в администрации города, в администрациях района, который необходимо, чтобы более ответственный подходил, когда начинается возведение таких конструкций, строений. И на этом этапе уже, чтобы потом эту работу не создавать другим органам, чтобы он на этом этапе, соответственно, контролировал, пресекал, поднимал шум. Если просто быстро это необходимо, нельзя сделать определенное, чтобы другие органы подключались. Потому что то, что мы видим на сегодняшний момент, появляется за ночь что-то, появляется за два дня, а потом годами мы с этим боремся. В ходе рейда рабочая группа посетила еще один знаковый объект, так называемую библиотеку Элвиса. Это один из активов семьи предпринимателя Александра Росличенко. Здание незаконно возвели на федеральной земле. Сноса объекта добиваются несколько лет. Наша съемочная группа и участники рейда убедились, собственник своими силами начал исполнять судебное решение. Сейчас знаменитая библиотека с джакузи разбирается, она уже лишилась крыши. Правда, до этого должник 33 раза привлекался к административной ответственности. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok